Благородный труд. Хорошие дороги стали одним из брендов Хакасии. Это самый ценный комплимент, который услышали сегодня виновники торжества. По словам Виктора Зимина, от качества трасс зависит безаварийная работа транспорта, особенно пассажирского. А это безопасность и комфорт людей. Еще одна хорошая новость. До 1 ноября сделают освещение новой дорожной развязки Пригорск-Черногорск. После чего этот участок откроют для движения. И это лишь начало. Сайногорск мечтает иметь лучшие дороги. И, конечно же, Черногорск. Да, я думаю, любой районный центр тоже ждет этих ремонтных работ. Я обещаю, мы пересмотрим капиталовложения. У меня есть надежда, что мы добавим около 300 миллионов рублей на министерские нужды. Кроме того, правительство Хакасии всерьез намерено возродить строительство трассы в Кемеровскую область. Переговоры прошли с помощником президента. Минтранс практически согласен. Мы очень надеемся, что в феврале с очередной атакой мы победим этот объект. И я знаю, что он долгожданный для всех. И для автомобилистов, для бизнеса, для туристов. Просто для всех тех, кто живет в таком большом-большом Саянском кольце. Воплощать планы в жизнь будут именно работники дорожной сферы. Сегодня больше 20 человек получили благодарственные письма и государственные награды. В их числе ветеран отрасли Владислав Сипкин. Он вспоминает, какими были дороги 20 века. Они обеспечивали проезд автомобилей, перевозку зерна, перевозку леса. А мало думали о жителях. Нам пришлось, конечно, уже и скалу, и гравий, и доводить до нормативного состояния, чтобы обеспечить пассажирские перевозки. Сейчас в дорожной отрасли Хакасии трудится около 2000 человек. Основная задача, которая стоит перед министерством – привлечь молодые кадры и сохранить государственные предприятия по обслуживанию дорог. Как практика показывает, как раз государственные предприятия, они имеют большую эффективность в работе по содержанию и ремонту дорог. Поэтому одна из приоритетных задач министерства – сохранить это предприятие и сделать инфраструктуру этого предприятия, это техника, это оборудование более современное. На хоне сибирских соседей республика занимает достойное место. Наш регион – один из лидеров по качеству муниципальных дорог. Катерина Ярушина, Павел Горжов, РТС.